всем привет сегодня хочу приготовить одно не очень популярное блюдо но поверьте мне оно очень вкусно и достойно того чтобы его приготовить первый раз его попробовал в грузии когда был в гостях и был очень удивлен на что поскольку я это ни разу не готовил и недавно буквально на днях приготовили это с ребятами получилось очень вкусно и буквально пару минут от него не осталось ничего для этого мне понадобятся говяжьи хвосты многие на них даже не смотрят потому что думают что это несъедобно по эти тоже кость тоже мясо те же хрящи это у него надо порезать на кусочки здесь находим места как видите режется легко при том что вроде как кость и посмотрите вот такие мясные кусочки вы видите очень легко нарезаются и таким же методом отрезаем все остальные куски я хочу еще вам сказать что некоторые говорят я слышал что они воняют поверьте мне ничем они не воняют и если кого-то смущают вы можете их вымачивать но я допустим не вымачиваю готовить мы сейчас будем в афганском казане первым делом я хочу сначала просто обжарить очень удобная штука скажу я вам очень готовится в нем легко и быстро сюда добавляем немножко подсолнечного масла не знаю грамм 100 может быть достаточно давай сюда наши кусочки первым делом я сюда просто погрузил мясо сейчас его не солю не перчут просто мне надо его просто сейчас обжарить немножко чтобы мясо такой поджарилась и протушилась минут 20 и в данный момент пока буду обжаривать я крышку не закрываю потому что периодически я буду его помешивать теперь далее мы пока у нас обжаривается мясо подготовлю овощи надо порезать помидорчики режем все слайсиками так называется туда вроде две точно так порезали помидорчики далее надо порезать перчик на самом деле без разницы как вы режете главное чтобы вам нравилась форма потому что все равно в процессе это все уварится порежем еще один перчик далее друзья надо порезать лук без лука никуда и никак у нас могут быть блюда без лука и косолупа вообще такой универсальный овощ который используется практически во всех блюдах на периодически это помешивать чтобы обжарка шла со всех сторон я думаю добавим сюда немножко чесночка чеснок не испортит вкус точно добавлю сюда несколько зубчиков целиком прямо 3 зубчика будет достаточно летом запахло до закинем еще один перчик красный друзья еще мне надо добавить зелень зелень я не буду сейчас нарезать мелко я добавлю просто пучком когда все это сварится я возьму и беру сверху посыпаем уже свежее мелкое зелень что мясо в принципе обжарилась все вот это то что я подготовил теперь все это засыпаем сюда вот еще дадут сумасшедший аромат далее все это надо посолить солим как всегда на глаз хотя мне сказали что в глаз на глаз это бывает больно друзья перец обязательно черный перец добавлю сюда еще пакет все посолили поперчили теперь все это надо перемешать чтобы соль специи овощи с мясом перемешались далее кидаем перчик резать не буду потому что перец рынка и он очень острый кладу сюда зелень вот таким пучком также потом сверху его возьму и уберу и наливая сюда друзья немножко водички ну грамм 200-300 не более потому что все овощи и мясо выпустит свой сок мы все закрываем наш казан и оставляем это минут на 40 я думаю 40 минут в афганском казане будет предостаточно потом я покажу что из этого получится подготовим зелень блюдо практически готово шипит запах стоит на всю комнату лучок сейчас этой смесью я посыплю наше блюдо убираем это в сторону я думаю блюдо уже должно быть готово да еще давай перчик подрежу для остринки это и в в в в в и подождем пока выйдет весь пар открываем наш газа посмотрим что же там получилось главное не обжечься вот 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 я по виду вижу что блюдо приготовилась мясо видно что мягкая уже сейчас я вам покажу как это будет выглядеть в деле друзья пахнет безумно вкусно запах стоит сумасшедший и как всегда пошли последний штрих ну а теперь пахнет еще более безумно вкусно зелень конечно перец лук дается вообще сумасшедший аромат я не знаю как кто но я лично запах просто обожаю давайте вам покажу что же получилось смотрите видите мясо отделяется от кости сейчас я попробую мясо просто нежнейшее мягкое друзья я вам очень рекомендую приготовьте эти хвосты они реально безумно вкусные ну и друзья как всегда готовьте вкусную еду кушайте вкусную еду и пусть у вас будет всегда хорошее настроение а вот это блюдо я реально вам рекомендую это безумно вкусно многие кстати недооценивают эти хвосты будьте здоровы ну и 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 это очень вкусно ну и ну и ну и ну и ну и Ну и друзья, мы сейчас продолжим нашу дегустацию, а вам я очень рекомендую, приготовьте это блюдо, это правда очень вкусно, ну а я вам хочу сказать, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!